всем привет привет меня зовут инна я к вам с новиночками с новиночками обалденными с новиночками от компании без special знаете постепенно у меня копится эта косметика и я ее складываю в коробочку то есть у меня в этой коробочке только продукция компании без special не хочу раскидывать ее по знаете там как я обычно делаю тени к теням там карандашки карандашам нет у меня здесь все и я хочу постепенно собрать большую коллекцию косметики без special потому что косметика девчонки она она как это уникальная вот просто знаете ну чем уже можно казалось бы там удивить поразить там чудо какое-то сделать косметика без special при я бы сказала небольшом ее ассортименте она имеет настолько уникальные продукты которые мне больше никогда нигде не встречались я вам сейчас все покажу и расскажу я внизу под этим видео оставлю остальные видео с продукцией компании без special если вы что-то хотите посмотреть либо вспомнить переходите по ссылочку смотрите потому что косметики у меня уже собирается довольно таки много а сейчас я вам покажу только новиночки вот последние которые пришли недавно это очень интересная это очень интересные новинки и хочу сразу обратить ваше внимание чтобы вы обратили внимание что макияж у меня сегодня брови и глаза сделаны этими продуктами ну давайте начнем такое вот с такого слайтового да это два карандашика к тени карандаш это тени стик то есть в стике очень удобная вещь знаете в плане формата то есть вроде и небольшой вроде и компактный но пользоваться удобно брать с собой удобно это такой вот нейтральный такой оттеночек он практически невидимка вот насчет этого оттенка такого чего-то вау конечно нету мне очень нравится его использовать в двух случаях либо это когда лето знаете такое жаркое пекучее лето когда ну просто ни один макияж не будет у тебя держаться на лице это нарущенные реснички и про просто по всему веку вот этот вот карандаш тени стик просто по всему веку и все и второй вариант это в качестве подложки на данный момент я его сейчас использую если мне нужно положить наверх какой-то пигмент какой-то знаете вот какие-то кремовые тени то я тоже пользуюсь ну можно сказать как базы наверно вот этим стиком и он очень хорошо лепит на себя то есть приклеивает к себе вот пигменты и все в этом роде и 06 грей это серый карандаш девочки это космическая просто вещь и знаете почему потому что я им рисую стрелки я вообще открыла сделала для себя такое открытие я на тоненькую кисточку на кисточку со скошенным со скошенной кистью набираю продукт и рисую стрелку стрелка держится абсолютно весь день то есть она не смазывается она не растворяется она не исчезает она очень круто хотя это кремовые тени то есть крем тени с кремовой такой текстурой но стрелка вот просто она лежит на глазах обычно вот такие вот вещи я раньше закрепляла тенями то есть если я делаю стрелку какой-то кремовой консистенции наверх я вот ровненько по трафарету прохожусь тенями такого же оттенка это просто вот она как ты ее нанес так она и на месте обратите внимание у меня сегодня растушевочная стрелка боже как они тушуются они узнаете ну и не знаю с ними можно делать все что угодно то есть хочешь ты просто ровную четкую стрелку пожалуйста хочет ее растушевать пожалуйста причем знаете с ней можно работать но она засыхает не настолько быстро чтобы там знаете вот как ты нанес и все иногда быстрее либо тушевать либо нет нет то есть я сначала вообще делала макияж у меня задумка была четкие стрелки обычная потом я нарисовала уже дальше накрасилась думаю что ты каждый день эти стрелки до стрелки сделаю растушевочную стрелку и тут я начала и тушевать они прекрасно тушуются в общем играть можно как хочешь с этим карандашом посмотрите причем я сегодня была на улице попала под дождь и провела на улице два часа и уже обеденное время и ничего не скаталась ничего я не поправляла ничего никуда не ушло и так красиво я даже хотела сегодня клеить реснички накладные ну смотрю вот такой макияж получился знаете прям такой это праздничный очень красивые девчонки вот этот очень обалденный карандаш мою коллекцию кремовых теней пополнился вот таким вот моя коллекция пополнилась таким золотистым еще оттеночком напомню что у меня есть вот такой графитовый темный такой оттенок и вот такой грязные розы оттенок девочки я обалдею от них это лучшие кремовые тени которые я когда-либо пробовала обычно вы знаете раньше я пробовала тени наших белорусских компаний и они ну и не знаю очень уж сильно они металлизированные вот мне это не нравится то есть как бы ты там их не разносил вот это вот металл вот просто такой как фольга такой эффект а мне хочется все-таки блеска хочется вы знаете такой спаркл такой чтобы был и вот эти тени они делают такой знаете спаркл такой особенно при искусственном освещении девочки это просто это пушка просто вот знаете ли там в ресторан в гости в баню в общем там где есть искусственное освещение софиты просто шикардос у меня пополнился вот таким вот моя коллекция оттеночком золотистым и джек десерт называется и вы знаете при моей нелюбви к рыжим оттенком это оттенок просто такого красивого золота то есть не желтого не золотого не рыжего а такого знаете вот magic десерт очень красивый оттенок причем он очень по-разному смотрится как я уже сказала при вечернем освещении при софитах это будет такой достаточно яркий насыщенный такой знаете прям макияж вечерний дневном если вы выйдете просто там знаете в магазин он будет смотреться просто красивым оформлением на глазах мне очень нравится тоже работа с этими тенями то есть они не застывают тут же в кирпич не превращаются их очень удобно растягивать это естественно нужно делать все вот эти вот кремовые тени нужно растягивать плоской синтетической обязательно кистью очень классные кисти есть обеспечил просто вот тушу лишь столько сколько тебе хочется то есть до такой пары до которой вот ты уже у тебя устраивает наслаивать можно можно менять вот эту интенсивность они не превращаются знаете вот когда у кремовых теней такая проблема есть когда их наслаиваешь превращаются они такие хлопки то есть вот этот слой на слой и получается уже красивого вообще нету ничего и только вот как говорится только вот пальцы можно отковырять и они прям будут наверно отваливаться просто вот эти слои вот это вот нет можно наслаивать но обязательно обязательно очень хорошо растушевывать то есть то есть не просто нанес и прибил хорошенечко очень растушевать то есть их разнести и закрепить ну и у них появилась новиночка такая красивая девчонки это вот такое многофункциональное средство такой знаете хайлайтер топпинг топ какое-то завершающее покрытие в общем называйте его как угодно но это просто красивейшая какая-то штука которая вот просто не знаю хочется наносить в общем получается такое знаете холодное такое сияние но на девочки очень красивая она узнаете кажется что это что вы это вот хочется рассматривать и вот если бы я на ком-то увидела вот этот эффект мне раз я бы спросила по-любому девушка что у вас за продукт потому что он невероятным каким-то вот образом украшает макияж и вообще он очень придает такую изюминку его можно использовать естественно на вееке на скулы на нос вместо хайлайтера вместо теней можно использовать как топпинг вместо на помаду то есть какие-то блики придавать это как универсальная вещь но она должна быть вашей косметички потому что она будет просто делает вот изюминку это в макияже не могу вам не сказать что вся косметика произведена в италии на минуточку в общем вот такие вот были новиночки интересные вы знаете ну косметика но она просто интересная она просто привлекает к себе одно только чего стоит вот это их база потому что подобного ничего поверьте вы просто не найдете я не знаю если вы только гуру косметический вы знаете просто знаете там все американские вот эти вот новинки все 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 тогда только вы можете со но и поспорить, но такой базы, как у Беспешл, просто бесполезно искать, это лучшее, что только может быть, вот такие вот были новинки интересные, очень вам советую зайти на сайт Беспешл, просто посмотреть, что у них есть, потому что, девчонки, ну, тени, они космические, знаете, их сравнивают с тенями от Джорджа Армани, вот этими кремовыми тенями, ну, мне кажется, они там даже рядом не стояли, Джорджа Армани в смысле, поэтому обратите обязательно внимание. Музыка Спасибо, что послушали, посмотрели меня, обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, ставьте лайки, пишите комментарии, будем общаться и дружить. Всем пока!